Тагир Мухамедзянов Я заметила, что ребенок одаренный. И одаренность это на грани гениальности. Таких детей за мои 34 года работы было двое. Это в самом начале моей педагогической деятельности был у меня мальчик, хотя Ахмедов не яс. До сих пор по его наброскам и рисункам я учу других детей. Он закончил Академию художеств, стал художником, живет и работает в Казани. И еще один ребенок татарской национальности это Тагир. У него есть природное чувство цвета, у него есть смелость. Родители воспитали в нем интеллект к его шести годам. Он знал, чего хочет, умел выражать свои мысли. В способности сына заметила мама мальчика Лена Эльфаровна. Сначала Тагира записали на эстетическое отделение, где были и танцы, и рисование, и пение. Но мальчик с большим желанием занимался изобразительным искусством. По словам его мамы, рисовал день и ночь, поэтому его перевели на художественное отделение. Открытие выставки в Центре татарской культуры юного художника проходило в рамках традиционного областного конкурса детского творчества среди школьников по произведениям поэта Габдулы Тукая. На мероприятии выступили члены регионального отделения Союза художников России. Это замечательный художник, талантливший ребенок. Это 8 лет, это что-то чудо. Я первый раз в жизни вижу за свою 65-летнюю жизнь, да, вот такой ребенок талантливый. Видел талантливых детей, но до такого уровня я еще не видел такого уровня. Говорят, что трудолюбие растит талант. Это отметил в своем выступлении заслуженный художник России Станислав Слесарский, когда говорил про Тагира. Я сколько его знаю, это трудяга. Таких взрослых не бывает. Это трудяга, он делает, делает. В общем, делает совершенно интересные, необычные вещи. Я очень рада с такой выставкой. Наверное, надо такую выставку сделать в Союз художников, потому что многим художникам было бы, наверное, как урок. Как надо трудиться. После того, как все гости разошлись, нам удалось поговорить с Тагиром. Самая первая, кажется, картина моя, начинаемая, когда я просто нарисовал, как вообще я хожу, как прогулка моя проходит. Тогда я еще не знала, как там в школе искусства рисовать и как там тени. И когда я попробовала другим цветом нарисовать, она сказала, это как-то похоже на тень. Моя преподавательница сказала. Всего на выставке представлено 22 работы юного художника. Они выполнены в разных техниках. И акварелью, и гуашью, и пастелью, и карандашом. Есть и в смешанной технике. Я попробовала и пастель, и гуашью я много раз рисовала, и даже акварелью. Потому что гуашью, когда я акварелью рисовала, композицию, я еще не знала, как композицию гуашью рисовать. А что сложнее? Как сложнее? Акварелью, гуашью как все-таки? Для меня самое сложное – это акварелью. Потому что акварель, она вообще не перекрашивается. Если на нее другой цвет намазюкать, то уже получится другой цвет. На выставке есть и любимая картина Тагира. Это натюрморт с лилией. Есть и первая большая работа – натюрморт с утюгом и карасиновой лампой. Практически на первой работе видно было, что ребенок действительно одаренный от природы. И как он составлял цвета. То есть все законы и правила, которые мы изучаем в школе, у него заложены от природы. Он знает, что рядом с зеленоватым оттенком должен быть слегка розоватый, лиловый цвет. И это видно было сразу на первой постановке. Тагир любит рисовать и самостоятельно, без задания учителя. Бывает такое, что ребенок, увидев на улице афишу, пытается ее изобразить по-иному. Раскрыть талант Тагиру помогает его учитель Людмила Юрьевна Слесарская. У него очень большое терпение. Он может, вот есть работа одна, выполненная в графике, он может полтора часа рисовать горку с камешками, чтобы передать у каждого камешка объем. У каждой веточки листики еще полтора часа может сидеть, чтобы заполнить фон. Есть вот эта вот работа с птицами, она довольно-таки длительная. Терпение, талант, усидчивость. Это составляющие, которые, и природные данные, это составляющие, которые, возможно, в будущем сотворят, с помощью взрослых сотворят хорошего человека. Ведь он сказал, что он не будет художником, он будет врачом, когда вырастет. Этим летом Тагир мечтает первый раз выехать на Большой пленэр и нарисовать там еще много интересных работ. Мы желаем ему удачи, пусть все его мечты сбываются. Ирина Антонова, Новости Ульяновской правды.